доброе воскресное утро мои дорогие зрители сейчас я должна была сказать что мы едем на барахолку на сегодня мы туда не едем я прогуляла я проспала я не услышала будильник ехать туда уже не было никакого смысла и мы с семьей весь день прогуляли и я поделюсь с вами немножечко пол точке хорошим настроением теплой погодой прекрасными милыми зверями и мы с вами поедем заберем с почты целую гору посылок и будем их смотреть так что не переключаемся будет очень много распаковки поехали у меня одним из вопросов к моему интервью было рассказать и показать самые любимые мои места в днепре их безумно много и днепр для меня очень разный и очень много мест я люблю и обязательно об этом расскажу сегодня я вам покажу яхт-клуб сич где-то очень интересное место это и парк с вот такими зверюшками и яхт-клуб действующий и строящиеся апартаменты на воде и это искусственно насыпанная коса которая выходит в днепр искусственно созданы эти островки с заводями и и здесь очень много народу выходные любят проводить время а и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Особождал DimaTorzok Но и продавцу такое не хотелось бы training спускать с рук Вот такой апп Plan Крышка мне честно говоря При ближайшем рассмотрении не очень понравилась Видно штамповку И видно шов Вот на ней здесь есть скол и при том даже вот и сейчас вижу два и она была очень хорошо упакована и в пупырку и там еще много материала и внутри коробки то есть скол при пересылке такое она получить не могла эта крышка поэтому это явно продавец либо халатно отнесся и не обсматривал детально либо подумал что так проканает очень тяжелая честно говоря эта крышка такая увесистая она весит наверное грамм 300 это точно я думаю даже больше такая же роскошная гравировка на всем графине я нашла фотографию такого продажи я прикреплю скриншот и я думаю что это какая-то венгрия скорее всего мне так вот похоже это и на богемию не похоже и но я думаю что это какая-то венгрия может быть даже какая-то румыния но я не знаю в общем но мне так кажется конечно это смотрелось бы роскошно но давайте его убираем не будем над ним страдать в следующий раз купим обязательно что-нибудь получше поехали дальше давайте смотреть с вами дальше что же я еще купила я поставлю вот такой подносок хрустальный на нем как-то лучше видно реальный цвет стеклянных изделий так с чего начнем давайте начнем вот с этих бокалов это осталось буду переснимать вот такие бокалы с ручной росписью их у меня сейчас в наличии пять штук я выставлю на продажу четыре набором но я нашла еще пять надеюсь что я их выкуплю и тогда можно будет сделать больший сет какой-то поделить их на четыре и шесть штук может кому-то восемь нужно и так далее если вас заинтересовало но вам нужно большее количество напишите можем поставить бронь и давайте посмотрим как это может выглядеть в вашей сервировке мне последнее время очень нравится всю посуду фотографировать и при съемке комбинировать и показывать как это могло бы выглядеть у вас на столе как это может работать простите в ваших сервировках кто не смотрел вчерашнее видео с барахолки вот такой прекрасный тет-а-тет из четырех предметов продажи шикарного метистового цвета и прекрасно он работает с такой росписью с фиолетовыми элементами я думаю что даже если у вас нет к ним в компанию какого-то цветного стекла или хрусталя то из обычной белой другой посудой это тоже будет выглядеть красиво это прекрасно освежит ваша сервировку добавит таких нежных правда весенних праздничных на пасху можно использовать нот тут меня немного понесло я разошлась в вариантах сервировки поэтому перематываем быстренько чтобы не утомлять вас рассказами на самом деле я поняла что я влюбилась в цветное стекло и она просто шикарно работает в сервировках и выглядит очень достойно вот кстати хотела вам еще что показать начала фотографировать для вот эти рюмочки которые на первый взгляд такие простенькие я вам их вчера показывала но не очень интересны это ручная работа полностью интересные у них изгибы и очень красивый персиковый цвет он не похож на вот этот такой бежевый который обычно называют кармельным стеклом и все не могу понять что он не напоминает искала с чем бы их на фотографии поставить посмотрите этот цвет очень похож на цвет используемый в серии рапсодия посмотрите как это выглядит рядом и уже рюмки правда не кажутся такими простыми они могут придать знаете такой оттенок в вашей сервировки казалось бы они не броски не яркие но тем не менее если их правильно в сервировке скомбинировать они могут выглядеть очень даже эффектно так что покажу вот те ребята на заднем плане уже есть инстаграм я их показывала вчерашнем видео давайте покажу так 4 классических немецких рюмера рюмерами немцы называют такие бокалы от слова рюмер означает римский то есть рюмер это римский бокал использовать такие можно для наливок ликеров рис линга они бывают разного объема эти рюмера но в принципе вот эта виноградная гравировка несет в себе сразу подсказку о том что сюда наливать интересная очень них массивная ножка выглядит красиво давайте как всегда глянем какой-нибудь представим сервером очки так чем мы дополним дополним рюмочкой в сочетании с простой белой скатертью я думаю это будет выглядеть прекрасно что еще вам покажу невероятные совершенно рюмочки ручной работы из краси верного качественного прозрачного я думаю чешского стекла оттенок у них роскошный оттенок такой зеленый глухой немного может быть даже с сыроватым и дливом я не знаю как его описать какие-то в зависимости от освещения и бирюзовые нотки в нем появляются но они роскошные полностью сформированы вручную старенькие очень красивые у меня их целых то есть их было 12 целых доехала у меня 10 то есть я буду делать два набора по 4 и 6 штук давайте посмотрим их представим сервером какой-нибудь я думаю уже красиво да давайте но конечно же кстати этих уже ружи проданы просто они пока у меня вдруг покупательница захотела посмотреть вдруг что-то еще у меня будет чтобы сэкономить на пересылке конечно же точь-в-точь попадание в цвет уже у вас вряд ли найдется цвет достаточно сложный благородный красивый кстати вот у них такой градиент получается и вверх этот он как будто дымчатый выглядит сейчас я покажу если они вот допустим просто стоят вот рядом видите они не белоснежно-прозрачная но даже с простым белым гранем хрусталем хорошим это тоже выглядит красиво я бы даже сказала роскошно рюмки потрясающе честно говоря меня муж уговаривает их оставить так что пока он меня не уговорил если вы хотите добро пожаловать мой инстаграм какие у нас еще на веночки так и есть у меня еще очень интересные бокалы под мартини бокалы новые производства америка у меня их наличие 10 штук я их буду продавать попарно то есть по две штуки вы можете взять себе 4 6 сколько вам хочется и давайте конечно же смотреть представлять их в сервировке но мне кажется даже вот просто с обычным белым хрусталем стеклом красиво правда особенно мне нравится что здесь ножка тоже шариками повторяют форму ты невероятно красиво еще будет если это дополнить вот подносит если это дополнить синим хрусталем это конечно невероятное сразу же зрелище просто роскошная роскошь правда ведь тут я даже не знаю но тут можно брать форму бокала в зависимости от вашей сервировки от того какие напитки подаются но этот уже у меня уже нескольких видео работал давайте моего любимого красавчика поставим обратно ну и конечно же даже если они будут единственным цветным акцентом с белым хрусталем сюда очень хорошо будет если вы что-то добавлено с гравировками но может быть без золото активного просто какая-нибудь сейчас какой-нибудь фужерчик конечно не наполированный давайте представим я думаю у всех есть цветной хрусталь но даже обычная белая белый хрусталь с гравировкой с активной какой-то резьбой тоже будет выглядеть хорошо я честно скажу я себе такие тоже взяла и если бы вы знали как я люблю мартини с шампанским да да и мартини и шампанское ну конечно лучше не шампанское а легкое игристое вино смешать это все в одной мартинике со льдом это самое вкусное что может быть и голова мне после этого не болит я в принципе уже обдумываю и планирую запись этого моего небольшого видео знакомства с вами и обязательно мне хотелось бы добавить туда рубрику ответы на ваши вопросы я в прошлом видео просила вас писать в комментариях любые вопросы на которые вы бы хотели чтобы я ответила в своем видео и здесь вы тоже можете их оставить и эти вопросы могут касаться не касаться не только моей биографии пожалуйста то есть вы можете написать все что вам вздумается в рамках разумного любой вопрос который вас интересует о моих каких-то вкусах увлечениях возможно что-то где-то в видео у меня мелькало вы не рассмотрели и или вам хотелось бы что-то подробнее узнать пожалуйста спрашивайте я очень рада обратной связи с вами потому как я уже говорила что без вашей обратной связи вся эта деятельность абсолютно в воздух в никуда что ж не прощаемся надолго до следующих видео всем пока пока ставьте лайк если вам понравилось возможно я заработала дизлайк подписывайтесь на мой канал кто пришел сюда но я рада видеть оставайтесь если вам было интересно всем пока пока